Серёжа, дай текст, пожалуйста. Друзья, ну что, остались самые ценители творчества Марины Ивановны, да? Самые стойкие. Я тут читал биографию Марины Ивановны, смотрел даже, и много всяких вот некрасивых моментов люди пытаются про неё сказать. И вот я размышлял, знаете что, поэт, он чем отличается от других людей? То, что обычный человек затаит в душе, да, вот он увидел, кто-то ему понравился, да, нравится. А поэт нет, поэт он говорит, то есть какие-то чувства возникли, да, они не твёрдые, как весенний лёд, но вот она об этом запомнила это и сказала об этом, не побоялась. А злые языки потом начинают чесать. Вот поэт это очень ранимый человек, и поэтому он отличается от других. И слава Богу, что вот Марина Ивановна такой отважный человек, такой вот высоцкий в юбке, как я прочитал. Песня на стихи Марины Цветаевой, переработанная Александром Ивановым, добавлен припев, посвящается Петру Яковлевичу Эфрону, умирающему. Милый друг, ушедший дальше, чем за море, Вот тебе розы, протянись на них, милый друг, унесший самое главное. Дорогой и сокровищ моих земных, я обмануть теперь, я краден я. Как мне памятна малейшая впадина, удивленного навеки твоего лица. Я зову дождь, я зову дождь, ты не вернешься и не придешь, Только лишь роза в вазе моей, без воды уже несколько дней. Я зову дождь, вчерашний дождь, но не проходит предсмертная дрожь, Как мне памятен просящий и пристальный взгляд поближе меня, Приглашающий сесть и улыбка из великого издали. Умирающий светская листья, Милый друг, ушедший вечное плаванье. Свежий холмик, между других бугорков, Помолись обо мне в райской гавани, Чтобы не было больше других баяков. Я зову дождь, я зову дождь, ты не вернешься и не придешь, Только лишь роза в вазе моей, без воды уже несколько дней. Я зову дождь, я зову дождь, но не проходит предсмертная дрожь, Роза завяна в вазе моей, уже несколько дней. Еще немножко возмышлений. Вот у нас цифровой век. Я сам айтишник, работаю на заводе, занимаюсь этим всем. А вот библиотеки закрываются у нас по принципу, что читателей нет. Значит, библиотека не нужна. Давайте, объединяйтесь и поплотнее, поплотнее. Здания нужны другим заведениям. Вот большую роль в сохранении всего этого играют работники культуры, Скромно сидящие вот здесь в зале, ходящие с вареньем между рядами и столиками. Вот они очень скромные люди. А между прочим, от них зависит очень многое. В сохранении настоящей культуры, в сохранении Цветаевой, Блока, других поэтов. И я хотел бы спеть песенку такую, написанную, ну на заказ что ли, Песню посвящения работникам культуры и культуре самой. Песня авторская. Кто признается честным в том, что он некультурен, Все становится ясно в понедельник в час пик, Когда вас на платформе свое место уступит, И в вагон утром будет здоровенный мужик, Знает даже ребенок, что такое культура. Новогодняя сказка и цветные шары, Словно книжка-раска, раскрывается гора. На мерцающей карте необъятной страны, Словно книжка-раска, раскрывается гора. На мерцающей елке разноцветной страны, Спит и бредит балетом, на работе сам техник, А для дама-хозяйки список телепрограмм. Для продюсеров это пирамида из денег, Но есть те, для которых дом культуры как храм. Что такое культура, миллионы ответов, Многотучая фраз, не сдержать, не унять. Но один только Бог точно знает об этом И дарует нам жизнь, чтобы это понять. Но один только Бог точно знает об этом И дарует нам жизнь, чтобы это понять. Спасибо вам, самые стойкие.